Меня зовут Александра Орлова, я курирую художественные выставки, сейчас я работаю в Петербурге. Я бы хотела поговорить о ряде приближений карт-сайенс к этому понятию в нашей художественной практике. Размышляя об адаптации к изменению климата и к промышленному освоению северных территорий, об устойчивом развитии в Арктике, об отношениях коренных народов и нефтедобывающих компаний, я задумалась о том, что перспективы существования человека связаны с тем, как гуманитарии осмысляют мир технического прогресса, осмысляют то, как технологии трансформируют нашу планету и какие последствия, в том числе в контексте климатических изменений и трансформации ландшафта, это за собой влечет. Очень важно было для меня свериться, когда мы говорим о сайенс-арте, что мы понимаем под этим термином. Понятие это очень многогранно. И самое общее приближение к этому определению – это выделение того, что сайенс-арт – это взаимодействие художника и ученого. Можно дополнительно классифицировать эти взаимодействия по тому, как выстраивается процесс взаимоотношений. Но мы говорим о сложном и обоюдоважном процессе, таком, как совместное творчество. Приведу ряд замечаний художников и ученых об этом сотрудничестве. Например, для ученых, работающих над абстрактными или узкими темами, взаимодействие с художником – это возможность взглянуть на свой вопрос с другой стороны. Также для ученых важно, что художники могут открыть новый канал коммуникации для их проектов, равно как и открыть новую визуальность того, с чем они работают, и привлечь новую аудиторию к наработкам исследователей. Художники отмечают, что ученые им тоже нужны, и зачастую для того, чтобы найти ответы на вопросы, которые появляются в процессе художественного поиска. Рассматривая большое количество доступных в интернете работ направлений сайенс-арт, я прихожу к тому, что сайенс-арт – это попытка осмысления достижений современной науки и понимания того, какие последствия технический прогресс имеет для живых существ и планеты. Разнообразие работ велико. Яркую группу художников, работающих с учеными естественно научного направления, можно по предложению Дмитрия Булатова, директора Калининградского ГЦСИ, назвать «Арт энд Сайенс». В этих проектах используются данные широкого спектра наук, от робототехники до IT и целого ряда нейро- и биомедицинских наук. Результаты их работы зачастую – это эффектные коллаборации, привлекающие масс-медиа. Но нельзя забывать, что это только часть сайенс-арта. Я хочу сказать, что работа художников с представителями и представительницами гуманитарных наук очень многогранна и разнообразна. При этом авторефлексивность гуманитарных наук снова и снова обращает нас к перепросмотру того, что мы понимаем под сайенс-артом, что мы понимаем под взаимодействием. И этот перепросмотр уводит нас от четких классификаций. Поэтому я бы говорила о поле художественных практик. Я очень рада пригласить коллег Ольгу Заславскую и Веру Куклину к рассказу о некоторой части этого поля. Я включу звук. Добрый день. Меня зовут Ольга Заславская. Я в настоящий момент нахожусь в Софии, Болгарии, где я занимаюсь работой над своей книгой. Но одновременно я являюсь также и руководителем Центра культурного центра в Будапеште. И мы занимаемся разными направлениями, действительно, в том числе и кураторскими какими-то проектами. Но сейчас я расшарю экран. Одну секундочку. И попробую сконцентрироваться на том, о чем меня попросили сегодня рассказать. Это как бы было достаточно неожиданное приглашение. Тем не менее, я постараюсь где-то в смеси с английским и с русским, прошу прощения, так как использовались материалы недавней конференции. Поэтому я постараюсь в процессе перевести какие-то непонятные слова. Хотя, к сожалению, не все слова, которые сейчас достаточно широко употребляются в англоязычной среде, не все нашли адекватный перевод, может быть, в русском языке. И очень часто некоторые термины калькируются с английского языка. Тем не менее, тема сегодняшнего моего небольшого выступления – это ArtsLink, Transmedia Storytelling и Domesticated Landscapes. Или ArtsLink, ну, попозже я действительно переведу. Сейчас я в этой презентации остановлюсь нисколько на Science Art и даже нисколько на Art Science. Может быть, то, что Саша говорила, больше о том, как можно варьировать все эти понятия. Какие происходят обсуждения, дискуссии, дебаты в разных научных сообществах. Как, что же такое Art Science? Как его можно понимать? Какие наработки существуют в этой области? И немножко, может быть, даже уйти от этих дебатов и посмотреть, что мы независимо от общей тенденции можем предложить. Итак, я остановлюсь на нескольких цитатах и просто их зачитаю. Мне кажется, они очень интересны и, опять же, дополняют Сашина выступление о том, что такое, прошу прощения, что такое Art Science. И в этой ситуации я использую цитаты из работы Эрика Клутенберга, Locating Art Science, который пишет, в частности, что Art Science не является ни искусством, ни наукой в общепринятом понимании этих терминов. Он формирует свою собственную область исследования, такую, которая может быть чрезвычайно широкой и разнообразной, но одновременно должна быть обозначена четкими границами, которые до сих пор не были определены. Это он писал в 2017 году, но можно сказать, что, в принципе, этих четких границ до сих пор не существует. И что, с одной стороны, положительный момент, с одной стороны, отрицательный, как посмотреть на эту ситуацию, потому что перед нами, в общем-то, стоит первопроходческая задача попытаться эти границы в ходе дискуссии, вот таких встреч, попробовать обозначить. Далее он пишет о том, что Art Science, как отдельное явление в научном и художественном мире, следует концептуализировать как новую гибридную практику со своими собственными специфическими методологическими проблемами. И, в принципе, здесь я согласна с Сашей, когда она говорит о разнообразии практик. И, соответствующим образом, это разнообразие практик подразумевает, что методологическое обоснование, фреймлог методологический каждый раз может создаваться заново в зависимости от особенностей того или иного проекта или исследования. И далее, что очень важно, я бы хотела обратить особое внимание на этот момент, то, что, говоря о науках в контексте Art Science, это должно относиться ко всем различным научным академическим дисциплинам, включая социальные науки, философию, математику, гуманитарные науки, науки о жизни и науки о земле. Да, это достаточно широкий спектр возможных участия, дисциплинарных, я имею в виду, участия. И если существуют определенные, достаточно серьезные наработки сотрудничества художников с науками или с представителями наук о жизни и наук о земле, особенно, в том числе и IT Technologies тоже достаточно активно включаются подобные проекты. Чего нельзя сказать о социальных науках, о философии или каких-то других гуманитарных науках. Поэтому нам было особенно интересно обратить внимание именно на эту сторону. Однако я сегодня хотела бы поговорить не только об Art Science, не столько даже об Art Science, а о том, как можно рассказывать на разных проектах. Мы, я думаю, что сферы начали сотрудничать около года тому назад. И до этого у нас был свой определенный опыт общения с разными представителями наук, с разными представителями социальных наук. Для меня это особенно важно, но и для нее в том числе. И мы пробовали, рассматривали разные способы передачи того знания, которое возникает в ходе сотрудничества или коллабораций с разными учеными. И мы остановились на таком явлении, как трансмедиа стори-теллинг. Вот переводится оно на русский язык трансмедийное повествование. Но очень часто я встречаю, что даже в статьях на русском языке это выражение так и употребляется. Трансмедийный стори-теллинг. При этом сегодня я остановлюсь только на первой части этого явления, то есть как бы на трансмедийности. Что это такое? И мне как-то странно переключается. Да, западает немножко кнопка посередине, поэтому не сразу переключается. Прошу прощения. Вот как видите, трансмедиа стори-теллинг или сокращенно ТС, как это используется в разных работах. Это медийный опыт, интенсифицированный за счет размещения контента на нескольких платформах. Имеется в виду медийных платформах. В трансмедии элементы истории систематически расредоточены по нескольким не медиаплатформам, каждая из которых носит свой уникальный вклад в целое. Я просто здесь привожу разные цитаты разных ученых. И примерно вот таким образом это может выглядеть. То есть когда мы говорим о трансмедийных платформах, то вы здесь можете увидеть, в принципе, если хорошо все видно, то есть у нас есть здесь и рукописи. Это могут быть даже написаны. Это может быть игра мобильная или настольная. Это могут быть какие-то комиксы, виртуальная реальность, то, что называем, дополненная реальность, фильмы, статьи, клипы, все что угодно. Но при этом одно единственное условие, что тот рассказ, который распределяется, нарратив, повествование, которое вы хотите изложить при помощи этих средств, разных медийных средств, не должно повторяться. Он каждый раз, как это есть такое выражение у Дженкинса, удваивает свое значение. То есть каждый раз, каждое медийное приложение, каждый медиум, что-то несет свое дополнительное. Ну что ж такое-то. И здесь несколько примеров, как это работает. Это как бы идеальный вариант, естественно, когда ты работаешь над проектом в процессе, какие-то моменты видоизменяются, изменяются и так далее. Все зависит от конкретных условий. Но, в принципе, когда ты приступаешь к какому-то проекту, то примерно делаешь вот следующую раскладку, как в случае проекта Станислава Подусенко, автосейв, автосохранение. Это проект, который посвящен истории переселенцев из Казахстана во время голода 30-х годов на территорию Сибири. И в целом, как бы вот этот проект раскладывать на отдельные составные части. То есть это элементы анимации, это сайт отдельно создающийся, это выставка. Причем выставка здесь мы не разбираем, что это выставка виртуальная или реальная. В наших условиях пандемии тут приходится, говорим выставка, подразумеваем, что она может быть в первую очередь виртуальной. Это может быть статья и складываемое все вместе у нас получается как бы трансмедийный проект, не как бы трансмедийный проект, в котором все эти элементы существуют во взаимозависимости и так далее. Потому что анимация это может быть какой-то небольшой элемент, рассказывающий об истории, допустим, какой-то отдельной семьи. Выставка может быть как современного искусства, допустим, с использованием инсталляции и так далее. Либо это может быть просто выставка работ тех казахстанских, допустим, художников, с которыми мы работали раньше на эту тему. То есть здесь вариантов на самом деле очень много. Ну и статья, в общем-то, уже тоже существует. Еще один пример такой сборки трансмедийного проекта – это вот Forest Crossroads на лесные перекрестки, где мы также работаем с разными вариантами медийными платформами, включая выставку, игру, допустим, и сайт. И еще один. Здесь нет, больше у меня никого не получилось составить подобную игру. Мы хотели составить подобную картинку. Здесь я, наверное, пропущу и не буду рассказывать сейчас, но, может, если будет интересно, то можно поговорить поподробнее о каких формах существует трансмедийного сторителлинга и показать какие-то из видео, касающиеся разных форм, которые существуют. Очень важно отметить, что для таких трансмедийных сторителлинг-проектов очень важен такой момент, как интерактивность. Что это означает? Прежде всего, интерактивный проект позволяет аудитории взаимодействовать с рассказываемой историей. Например, путем нажатия определенных кнопок, то есть обычно, как это бывает, выбора своего пути в игре, но принципиальным и так далее. То есть вы, посещая музей, наверняка знаете, как сейчас достаточно много музейных практик с элементами интерактивности. Но важным моментом является тот факт, что при всем участии и задействованности, допустим, в том или ином проекте, это не дает возможности стать соавтором или изменить что-то в нарративе. То есть интерактивный проект, он предполагает взаимодействие, но не вмешательство в саму основу, в сам сценарий. Однако есть и другое понятие, которое сейчас достаточно широко разрабатывается, то, что называется партисипативные проекты. Мне всегда с трудом получается его выговорить, такой термин, но прошу прощения. Я попробую сейчас вернуться в начало. И в начало, имею в виду, там, где я остановилась, прошу прощения. Продолжение следует... Я думаю, что мы можем сразу... Это было вступление, оно без слов. Для конференции, естественно, что мы делали войскову, то есть озвучивание на английском языке. О том, что из себя представляет то, что мы называем Digital Transmedia Presentation. То есть мы не называем это как фильм, все-таки это презентация, которая состоит из нескольких мини-презентаций разных ученых или представителей художественного направления, то есть художника в данной ситуации, в работе над Artificial Lights принимали участие Станислав Подусенко, который художник и дизайнер, и, кстати, он и собирал эту презентацию, и Андрей Лобанов. Примерно так же другие части представлены. Это всегда результат коллаборации утеного или художника. При этом это сотрудничество, коллаборация могли быть совершенно разного характера. То есть мы постарались сделать таким образом, чтобы это было взаимное приближение к той теме, которая ее интересует. В частности, художница Инна Болдырева, которая была в Салехарде и делала там ряд изоляций, она говорила о мусоре, о том, как его можно, это как бы отрицательное явление, переосмыслить художественными средствами, одновременно используя какие-то данные других ученых, комментируя по этому поводу и так далее. То есть на самом деле, конечно, лучше всего посмотреть и другие части этой презентации. И вот для этого я сейчас снова передам слово Саше, которая тоже участвовала в этом проекте очень успешно. И я думаю, что она расскажет немножко поподробнее о своем личном опыте работы над этим, в этом проекте. Спасибо, Ольга. Очень интересно было поучаствовать в такой масштабной групповой работе с подробнейшей концептуализацией, каждые минуты видеоповествования и сборка, пересборка содержания. Это огромный опыт, школа комбинации смыслов, создание новых связей в тексте и в визуальном ряду. И это было очень плодотворно, как метод, применимый к повествованию о тех проектах, которые были созданы для наших выставок серии «Климат и люди». Мы пригласили более 15 художников к взаимодействию с учеными нашего проекта. И как результат у нас прошло две выставки. Мы задумывались о том, какие проблемы стоят перед жителями арктического и субарктического регионов. Это Архангельская область, Мурманская область, Ненинский автономный округ. И в работе над этим проектом мы концентрировались на территории Северо-Восточной Сибири с акцентом на городские пространства Надым, Салихарт, Когалы. Этому региону посвящен проект Веры Куклиной и Зоси Лойтиной, о котором Вера расскажет сама. Слово Вере. Я работала с художницей Зосей Лойтиной из Новосибирска. И мы с ней начали работать где-то, наверное, еще зимой, если не раньше, даже, может быть, осенью. И что я являюсь профессором университета Джорджи Вашингтона. А Зоси, она лидер этой студии галереи ФАБ-8. И основой для нашей презентации стал проект, научный проект, в котором я работаю. Называется SERUS, Building Social Ecological Resilience Through Urban Green Blue and White Spaces. И это проект, поддержанный Биомолфорумом. Это значит, у нас есть три организации партнера. Вот что я представляю университет Джорджи Вашингтона. Затем наш руководитель в Норвегии, в Лангирбене, работает. И затем в России у нас Тюменский университет, который проводит исследования в основном в Надым. И вот что они там проводили полевые исследования. Я в Надым еще ни разу не была, но собирала интервью по Zoom. То есть мои интервью, которые я использую, это были взяты по Zoom. И наши статьи, которые мы писали с коллегами, они очень сильно базируются на данных дистанционного зондирования. Мы используем их для интерпретации взаимодействия человека с природой. И вот, например, на этом сайте показано, как здесь покрытие земли, уж не знаю, как это сказать, изменилось на территории современного города Надыма. Что в 68-м году еще там ничего почти не было. Было только вот такой песчаный пойма в пойме реки Надым. И вот были какие-то пропорции. Вот что зеленых пространств было 55,5%. Вот этих синих, то есть рек и каких-то ручьев было 10%. А потом в 2012 году пропорции изменились значительно. И город застраивался, используя в том числе и этот песок. Вот. И затем мы еще использовали зимние снимки, чтобы показать, каким образом тоже есть взаимодействие человека с природой. Потому что зимой из-за того, что активная деятельность человека, снег тает быстрее, ну, весна тает быстрее. Ну, и вообще потом такой есть контраст между природной и городской территорией. Вот. И когда мы начали работать с Зосей, я показала все эти наши статьи. И ей очень было интересно смотреть на эти спутниковые снимки и на Google Earth. И для нее это было... В основном выглядело все это как мозаика. И вот это стало ее источником вдохновения. Вот. Что все-таки для нее интересно было. Соотношение вот именно песка, воды и растений. Ну, здесь мы опять же про эту картинку, да, я сказала, что для нее это вот способ интерпретации этих снимков. И вот каким образом она их интерпретировала. То есть она использовала акварель и делала эту мозаику там. Показывала, что есть вот эти какие-то пропорции, которые в идеале могут быть такими более-менее равными. Там песок, вода и растения. И все они связаны вот этой полоской синий, которая сужит, как это, как сказать, бринза композишн. И потом она... Ну да, то есть она описывает свою технику, что она вот на мокрую бумагу делала каждое петло. Затем при помощи резерважа разделяла эти пятна. То есть чтобы показать, что все эти кусочки вот этого ландшафта, они неоднородные. Могут иметь разные содержания зелености, например, как бывает на космоснимках. Или песок тоже отличается, и вода тоже имеет разные цвета. И потом, опять же, используя свою же эту технику, она постаралась отобразить те пропорции, которые я перед этим показывала по соотношению песка, воды и зеленых пространств, которые были в 68-м году и затем в 2012-м. То есть видно, как песок наступает, но не то, что песок, это получается Билд и Ребу. Но все равно с использованием песка это все происходило. И в отношении синих пространств для нас было тоже интересно посмотреть глубины, потому что, ну вы знаете, в тундре обычно озера мелкие и мутные. Пока происходило строительство города, вот этот песок черпали. И в результате озера углублялись, появились искусственные озера, которые были намного глубже и выглядят они намного чище и больше используются местными жителями, как рекреационные зоны. И вот эти синие зоны она изобразила вот таким образом, чтобы показать, каким образом от такого мутного идет переход к более чистым синим цветам. Ну и здесь мои acknowledgements, что какие были. И если есть время, я могла бы кусочек еще нашего фильма показать. Я не знаю, если... Ой, ой, как это не сделать? То есть показатели? Ну да, да, конечно. Где конкретно она говорит еще, то есть что второй способ нашего взаимодействия, да, мы с ней обсуждали мобильность в городе. И вот как раз зимние пространства для нас были интересны тем, что есть... Я ей рассказывала про сугробы и про то, как зимой рисунок движения меняется по сравнению с летом, потому что засыпаются какие-то водные пространства. И плюс еще у меня в интервью было, что какие-то бордюры засыпаны, и по ним можно проехать машине. То есть формируются такие неформальные дороги прямо в самом городе. И она это использовала тоже. Но при этом интересно было, что она начала смотреть эти субробы и тропинки пешеходов. Но потом это было не особо ей заметно, как именно эти тропинки. То есть они не особо видны, получается, да, ни на фотографиях, ни на дроновских снимках. И она взяла приложение «Страва», начала смотреть, как там все это происходит. И для меня это было как раз получать взаимодействие с художником, что мне стало интересно, каким образом «Страва» используется в научных исследованиях. Я нашла литературу на эту тему. И вот мы вместе с ней дальше еще продолжили рассматривать вот эту мобильность населения при помощи ее художественных средств. В дальнейшем постараемся еще это все интерпретировать в какой-нибудь научной форме неверной. Сейчас покажу этот фрагминтик. Урбан-мастер-планс usually designate the location of roads and paths in the city. However, residents may have their own opinions on where to walk. Информал pathways designate those directions of pedestrian and vehicle flows that are important for people that have been overlooked by urban planners and builders. These roads provide shortcuts and form a specific ornament that is more approximate to the natural than built environment directed by sharp geometry of the urban builders. In this work, I, as an artist, study the morphology of pedestrian flows in the city using drone imagery, Google Maps, OpenStreetMap, and the Strava app. The Strava app has already been utilized by researchers interested in studies of commuting and general mobility spatial patterns. The main focus of my research was the pathway network in the city of Nadim in comparison with my hometown of Akadem-Gorodok in Novosibirsk. The Akadem-Gorodok is comparable to Nadim by size and population. However, it is more southern and the number and activity of city residents and social resources such as OpenStreetMap and Strava differ between Nadim and Akadem-Gorodok with low activity in the former and high activity in the latter. What I found was that the pedestrian network of the city of Nadim is quite robust with several major routes and very few unofficial pathways. In OpenStreetMap, the highly developed grid of paths between courtyards and adjacent squares in the surrounding forest are very visible in Akadem-Gorodok. Strava app users in Nadim have laid no more than 10 spontaneous paths throughout the city and the path maps are sometimes random and incomplete, which may be explained by a smaller number of users. The Strava users' pathways in Akadem-Gorodok look like a fishing net with a diamond-shaped mesh intertwining the entire area. In Nadim, the morphology of the paths practically repeats the city plan and only robs it all, making it more streamlined and also complicates it with an additional network of a few paths in open places. Created by pedestrians, cyclists, and skiers, the spatial pattern of pathways is representative of the city itself. It highlights the outlines of the buildings in Nadim that have their own specific long and curvy shapes. First, I drew these pathways on paper. The whole districts and transportation nodes became parts of the black and white ornaments. Then, I imprinted the most prominent fragments of urban pedestrian routes in the plaster plaques. These drawings and plaster plaques create a visual image of the city of Nadim created by pedestrians' feet. While as an artist, I was mostly drawn by the geometries of lines and forms created by pedestrians, the practices and approaches behind these pictures need to be further examined by researchers. Ну, вот так, если вкратце, о нашем сотрудничестве. Спасибо, Вера, большое. И я обращусь теперь к экспонатам наших выставок. И для этой презентации я предположила пересмотреть работу художницы Даниты Пушкарёвой, терроконструктор, изготовленную для выставки в Петербурге. Художница задумалась о том, как геологическое время и ландшафт человеческого времени встречаются в одной точке. И это результат взаимодействия с Анной Немчиновой, кандидатом биологических наук. Мы размышляем о том, что ископаемые извлекаются человеком из слоёв, находящихся намного глубже, чем слой голоцена, на поверхности которого мы находимся, а в дискурсе презентации мы выделяем ещё и отдельный слой антропоцена. Человечество извлекает из глубинных слоёв ископаемые и распределяет по поверхности. И в данном случае тотальное распределение нефти и даже не всегда нами осознаётся тот факт, сколько вещей вокруг имеют тягучую нефтяную изнанку. В Архангельске мы показывали инсталляцию двух авторов Екатерины Седачевой и Маши Ру «Диалог земли и моря», посвящённую пограничной позиции посёлка Пертаминска на Онежском полуострове. В силу ряда факторов берега, на которых стоит посёлок, подвержены разрушению и люди прикладывают множество усилий в попытках остановить этот процесс. Графика, найденные объекты на берегу и выброшенные морем, коллекции образцов земли и воды, собранные авторами, дополняли друг друга в выставочном пространстве и создавали определённый космос смыслов одновременно и привлекая внимание зрителей к проблеме этой местности и рассказывая историю этого места, пронизанную и религиозными, и сказочными мотивами, а также придавая ценность каждой пяде земли. Несколько замечаний. У нас, конечно, есть какие-то недостатки в этом фильме, с которым мы собираемся расправляться в самом ближайшем будущем. И ещё один момент, потому что презентация достаточно была длинной, и мы должны были уложиться в то время, которое было нам отведено на конференции. Мы пожертвовали звуком, конечно, теми материалами музыкальными, звуковыми, которые у нас на сегодня сохраняются, и мы их используем в дальнейшем, особенно если решим разделять эти презентации на отдельные презентации фильма. Тогда они, возможно, если получится сделать русскоязычную подложку, то их можно будет смотреть и использовать в разных контекстах и так далее. Но этот проект не закончился. Соответствующим образом, я надеюсь, Саша, в частности с тобой, мы ещё очень даже поработаем. Спасибо большое.